Уважаемые жители города Десногорска, на территории нашего города продолжает действовать проект формирования комфортной городской среды. Данный проект дает возможность создать комфортные и безопасные условия проживания граждан. И самое главное – учесть интересы большинства жителей отдельно взятого многоквартирного дома. Программа подразумевает два перечня видов работ по благоустройству придомовой территории. Первый – это минимальный перечень. В него входит ремонт дворовых проездов, освещение придомовой территории, установка скамеек и установка урн. В дополнительный перечень входит оборудование детских и спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение и иные виды работ. Следует отметить, что работы из дополнительного перечня осуществляются в рамках программы при условии финансового участия, то есть в софинансировании заинтересованных лиц, собственников, в выполнении указанных видов работ, в размере не менее 1% от общей стоимости соответствующего вида работы. Одним из главных условий включения придомовой территории в проект является инициатива собственников. Ведь они являются собственниками не только своих квартир, но также им принадлежит на праве общей долевой собственности, общее имущество дома и земельный участок, на котором он расположен, со всеми видами благоустройства. Для того, чтобы включить свою придомовую территорию в программу по благоустройству, необходимо проявить активную гражданскую позицию и соблюсти ряд процедур, касаемых правильного и своевременного оформления заявки и сопутствующих ей документов. Первым шагом от собственников является создание инициативной группы и разработка плана благоустройства своей придомовой территории. Границы своего участка можно узнать, открыв публичную кадастровую карту в сети интернет. Распечатав схему своей придомовой территории, собственники могут графически нанести элементы благоустройства, которые они хотят видеть на своем участке, исходя из минимального и дополнительного перечня работ. С данным плана благоустройства, пояснительной запиской и контактными данными жители обращаются в свою управляющую компанию, в МОПККП – это отдел по работе с населением и участке ЖЭУ. МОПККП, в свою очередь, окажет всестороннее содействие собственникам, а именно наши специалисты произведут соответствующие замеры и расчеты, составят всю необходимую сметную документацию. Когда данные документы будут подготовлены, жители переходят ко второму этапу – это общее собрание собственников. Перед его началом у жителей должно быть четкое понимание того, какие виды работ они хотят видеть на своей придомовой территории, так как протокол общего собрания является главным документом для включения придомовой территории в программу. Заявка в двух экземплярах, форма заявки и другие нормативные и информационные документы размещены на сайте администрации. Копия протоколов общего собрания со всеми приложениями, которые оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Заявки с прилагаемыми документами подаются в администрацию в период с 16 ноября 2018 года по 5 февраля 2019 года. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок. Решение комиссии оформляется протоколом и размещается на официальном сайте администрации. Вы уже можете увидеть положительный опыт реализации программы в нашем городе. Это придомовые территории домов номер 7, 8, 4 микрорайона, дом номер 1, 2 микрорайона и дом номер 10, 1 микрорайона. В этих домах люди не испугались трудностей при оформлении всех необходимых документов, проявили инициативу и теперь у них есть обновленные, комфортные и уютные придомовые территории. И это реальный пример того, что все в наших руках, главное начать действовать. Нужно проявить инициативу и по-настоящему хозяйское отношение к своему дому и двору. И тогда в нашем городе будет появляться все больше и больше благоустроенных придомовых территорий. На сегодняшний день в МОПККП обратились жители с шестью заявками. Все они находятся в работе. И будем надеяться, что наши активные граждане не остановятся на данном этапе, а проведут общее собрание и доведут свое дело до конца. Ну а мы в свою очередь окажем им содействие и поддержку на всем пути реализации данного проекта. Редактор субтитров А.Семкин